Это потрясающе, что здесь, в Центре Москвы, проходит фестиваль японской культуры. Потому что Япония удивительная страна. Это страна добрых, открытых, улыбчивых людей, чистых улиц. Страна, где вам улыбаются все, начиная от таможенника в аэропорту и кончая таксистом. Страна, где водитель рейсового автобуса, который везет вас из отыльного аэропорта, в белых, на крахмальных перчатках, каждый раз выходит на улице с поклоном, ждет, пока пассажиры войдут и выйдут в автобус из автобуса на каждой остановке. Страна удивительной культуры, многовековой, истории. Страна потрясающих парков, монастырей, прудов с кристальной водой, в которых плавают волшебные карпы, ой. Это страна, где все пропитано духом стремления к совершенству. Все, за что бы ты ни взялся в своей жизни, ты обязан довести до совершенства. Вот такой девиз. Конечно, во многом и надо с вами получиться взять на вооружение этот девиз, но вот именно поэтому мы и проводим вот такие фестивали в Дне Японии, в Москве, в России. Спасибо большое представителям Японского посольства и Российскому Союзу Боевых Искусств за организацию вот таких мероприятий. Спасибо. Друзья, я с радостью и крепетом представляю вам участников нашей показательной программы. Итак, мы приглашаем на эту сцену мастеров Кёкушинкай. Кёкушинкай каратэ-до. Добро пожаловать. Кёкушинкай каратэ по праву считается одним из сильнейших стилей на планете. Кёкушинкай наполнен мудростью восточной философии. Развивает силу духа, уверенность, помогает победить свою боль и страх. Будь скромен, но не забывай стремиться к высокому. Будь сдержан в словах и с щедрым сердцем. Не забывай о родителях и служи людям. Кёкушинкай каратэ-до. Кёкушинкай каратэ-до. Ходз. Добро пожаловать. Мастера Кёкушинкай показали вам сейчас формальный комплекс КАТА, который называется БАТА. Это словно штурк крепости. А сейчас демонстрация боевых тех, заложенных в этой форме. Великолепное исполнение техники. Мы видим, что в Кёкушинкай присутствует не только ударная техника всеми частями тела. Руками, ногами, коленями, локтями. Но и просковая техника присутствует также. Это еще не дзюдо. Это Кёкушинкай каратэ. Но сейчас мастер Кёкушинкай готовится к демонстрации раздела, который называется ПАМИ СИВАРИ. Демонстрация сил. Это разбивание твердых предметов голыми руками и ногами. ПАМИ СИВАРИ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы ждем выхода на сцену... Шихана Сукивора Торичиро. Обладатели пятого дана Кёкушинкай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Демонстрация следующего номера займет некоторое время для подготовки. Обратите внимание, четыре бейсбольных биты, связанные вместе. Шикан Сугимура Тейчиров произведет демонстрацию удара Гейдан Малашией. Разбивание четырех бейсбольных бит. Голой ногой на ноге ничего нет. Разбивание производится голенью. Голос! Браво! Шикан Сугимура Тейчиров! Великолепная демонстрация! Огромное спасибо! Огромное демонстрация! Огромное демонстрацию! Огромное демонстрацию! Куборд на татами займет некоторое время. А мы с вами пребываем в волнительном ожидании выступления мастера Яйду. Яйду это гремния воинского искусства Японии. Яйду считается искусством мгновенного выхватывания мяча из ножек и нанесения молниеносного удара. Вообще Япония по праву считается страной меча. Меч это туша не будет. Легенда гласит, что племянник богини Аматерасу Сусано был шалопай и разъединяем. Его выгнали с небесных чертогов на землю. И там на земле он должен был вступить в бой с драконов с мастер-клановым чудовищем Ямахову Орочь. И вот однажды Сусано увидел плачущих старика из наручки. Оказалось, что их дочь должен пожрать этот земель. Тогда Сусано сказал не бойтесь я спасу вас ведь я же бог. И он решил сначала напоить зверя. Он предложил старику створить восемь кувшинок в скрипчайшем саке. И когда появился Ямато Но Орочи огнедышащий с огромными бордовыми багряными глазами и направился чтобы пожрать Сусано змеи увидел кувшины саке. Естественно он не мог отвернуть. Он принялся их голодать один за другим. Все восемь голов напились в скрипке. И тогда Сусано принялся отрубать змею головы. И он рубил его до тех пор пока не дошел до хвоста. Но в хвосте меч сломался отрезался на кусочки оказалось что в хвосте у чиновища спрятан божественный меч меч сотканный из облаков который назывался я сейчас могу забыть уже сурубит пусто надену сурубит меч срезающий травой отнимат сотканный из кучи рук облаков он был настолько прекрасен отрубительный способ Сусано подарил его своей сестре богине Аватерасу и вот с тех пор Япония считается страной меча меч это душа Японии ну а мы приглашаем на сцену мастера Лиайдо унеси на ухаж яйдо это боевое искусство возникшее в шестнадцатом веке главной целью Яйдо является заталка духа с помощью стройных тренировок формирования человека его внутренних качеств подъем на сцену и приветствие зрения